Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу про функцию домашняя консоль. На самом деле, я не хотел записывать данный видос, поскольку я думал, что абсолютно все знают о этом способе, ну, потому что он очень распространен. Но я ошибался. Записав недавний ролик, я попросил людей написать «Хочу гайд, если они хотят гайд по функции домашней консоли». Я офигел, но раз только человек попросил, почему бы об этом не сделать видос? Как всегда, будет коротко, по делу, и попытаюсь вам разжевать как можно проще, потому что способ звучит немножко запутанно. Но так он очень легкий, и, в принципе, заморочек там быть не должно. Ну, а также в видео я отвечу на самые популярные вопросы на эту тему. Короче, с вас Лойс, и начинаем. Что такое функция домашняя консоль, и для чего она нужна? Домашняя консоль – это функция, которая дает возможность поиграть в игры определенного профиля аккаунта на определенной консоли без подключения к сети и с любого другого аккаунта. Дело в том, что каждая игра, подписка после покупки привязывается к определенному профилю. Если вы скачали игру с определенного профиля, она у вас просто так не запустится. Она запустится лишь при условии того, если этот профиль будет включен. Или же аккаунт стоит как домашний. Как вообще поставить профиль домашний? Делается это очень легко. Добавляйте профиль с играми на консоль, заходите на него и переходите во вкладку «Персонализация». Нажимаем на «Домашняя консоль» и нажимаем на «Сделать домашнюю консоль». И все готово. После установки профиля как домашняя консоль, все купленные подписки игры будут доступны на этой консоли, а также и на других аккаунтах, которые находятся на данной консоли. То есть заходить в аккаунт больше не потребуется, так как он стоит домашним и распространяет свои игры и подписки на эту консоль. Для чего это нужно? Первое для удобства использования, второе для экономии, для покупки игр на двоих. Как покупать игры на двоих и как это происходит? Два человека покупает одну игру на определенный аккаунт. Один из этих людей этот аккаунт ставит домашним на свою консоль. Другой же человек просто на этот профиль заходит, переключая на свой, и играет в одну купленную игру на двух разных консолях. Суть данного способа в том, что один из людей на аккаунт не входит, так как он стоит домашним, а второй просто входит. Тем самым получает доступ к этой игре или подписке. Самый главный прикол в том, что если вы попытаетесь зайти на один профиль с двух разных консолей одновременно, не используя домашнюю консоль, у кого-то из вас тупо закроется игра и вылетит профиль. При помощи функции домашняя консоль этого не произойдет, так как один из людей не будет заходить в этот аккаунт. Тем самым он дает возможность зайти другому человеку и вместе играть в одни и те же игры. Я надеюсь это было очень понятно, очень просто, очень рожеванно, потому что я даже и не знаю как объяснить другим языком. Да, я знаю, что он звучит немножко запутанно, но поверьте, это все очень легко и нужно просто подумать и разобраться на какой аккаунт купить, какой поставить домашний и кому что заходить. И все, все будет отлично. Теперь по основным вопросам. Банят ли за это? Нет, ни в коем случае не банят и не наказывают, так как эта функция официальная и без каких-либо подводных камней. И по большему счету она создана для тех, кто ходит в гости и для тех, кто имеет две консоли. Я один из таких, я имею два Хуана и мне эта функция очень помогла. Чтобы не покупать две копии игры на две разных консоли, я покупаю одну версию игры на определенный аккаунт. Этот аккаунт ставлю домашним на одну консоль и с другого аккаунта просто захожу и тем самым я играю в эту игру с двух разных консолей. По-моему удобно и очень экономно, если ты хочешь поиграть вместе со своим братом или девушкой. Сколько аккаунтов можно поставить на консоль как домашняя? На консоль ставится всего лишь один домашний аккаунт. Одна консоль, один домашний аккаунт. Если же вы захотите поставить второй домашний аккаунт, то предыдущий у вас тупо открепится. И то, не советую делать это часто, поскольку существует по-моему 5 попыток в год для того, чтобы поставить профиль домашним. Если вы это исчерпаете, то сорян. Загружать другие аккаунты как не домашний можно сколько угодно. Хоть тысяча, хоть 20 тысяч, по-моему ограничений нет. Кстати, насчет маленькой загвоздки про домашнюю консоль. Дело в том, что человек, у которого стоит профиль домашний, может играть в игры без подключения к сети. Тот человек, у которого не стоит профиль домашний, он просто на него заходит, должен всегда иметь подключение к сети, чтобы играть в игры того профиля. Просто запомните, это важно. Если же вы всегда имеете подключение к сети, то вообще никаких проблем не будет. Просто если вдруг кто-то всегда переезжает и не имеет доступа к сети, лучше ему поставить аккаунт как домашний. У него тогда не будет проблем, он сможет играть без сети. Как убрать профиль домашний? Тут аж три способа. Первое. Зайти туда же, куда вы его и ставили, и нажать на ту же кнопку, только там будет написано, это не домашняя консоль. И тем самым вы его уберете. Второй способ. Привязать тупо другой аккаунт, как домашний. Тем самым предыдущий тупо открепится. Третий способ. Привязать этот аккаунт на другую консоль. Тем самым он автоматически открепится от предыдущей. Я понимаю, звучит это крайне запутанно, но все очень легко. Еще один вопрос сейчас, который спрашивает, это будет ли действовать подписка на профиле, если его поставить домашний. Да, подписка тоже распространяется, если она, конечно, куплена на этот аккаунт, и вы на него заходите. Если он стоит как домашняя консоль, то тоже все распространяется, проблем никаких. Единственное, у парня недавно почему-то данная фича не сработала. Я не знаю, каким образом, но он поставил друга профиль как домашний, и друг поставил его профиль как домашний. И в итоге у них почему-то ничего не работает. Как с этим бороться, я не знаю, это какой-то глюк, и без понятия. Но по сути функция должна работать, я до сих пор ей пользуюсь, и без каких-либо проблем. И блин, да вообще сотни людей ей пользуются, по секрету. И самое главное, что я хотел бы сказать в этом видео, прям вот зарубите себе на носу, вот прям запомните на всю жизнь. Никогда и ни в коем случае не меняйтесь аккаунтами с левыми людьми, с людьми, которых вы не знаете. В сети есть просто масса людей, которые могут вас обмануть. Ни в коем случае не говорю, что все подлецы, но поверьте, таких людей достаточно. Не будьте наивными, и если вы дрожите своим аккаунтом, дрожите своими деньгами, то делайте это с проверенными людьми. А лучше с людьми, которых вы знаете лично. Ибо в других случаях вас никто не застраховывает от обмана. Я надеюсь, я объяснил очень понятно, очень коротко, и думаю, что все по делу. Если все равно что-то непонятно, или у вас остались вопросы, то пишите их в комментарии, я постараюсь на них ответить. Не забывайте ставить лайки, поддерживать канал, подписываться на канал, ставить, естественно, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И большое спасибо вам за просмотр, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok